Здравствуйте! В эфире Вести дежурная часть Карачаева Черкесия. Весь месяц мы следили за главными правовыми новостями республики. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Следственными органами Следственного комитета России по Карачаевой Черкесии задержим мужчин, а заразискиваем за покушение на убийство и разбойное нападение на сотрудника казначейства и арбитражного судью. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской республике задержали жителей регионального центра в городе Минеральные воды Ставропольского края. Он подозревается в разбойном нападении и покушении на убийство. В феврале этого года в городе Черкесске четверо местных жителей напали на четверых граждан. Предварительно установлено, что злоумышленники, используя в качестве оружия деревянные безбольные биты и иные предметы, избили потерпевших, похитили их имущество и скрылись с места преступления. В результате нападения пострадавшим были нанесены травмы различной степени тяжести. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант заключен под стражу. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников резонансного преступления. Следственными органами Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии задержим мужчину, разыскиваемый за совершение убийства, в котором подозревался 37-летний местный житель. Как сообщалось ранее, фигурант находился в компании нескольких жителей Черкеска возле здания столичного отдела ЗАГС. Подозреваемый решил совершить убийство одного из участников конфликта, 33-летнего местного жителя. С этой целью подозреваемый, используя имеющееся при себе огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов. Однако ввиду позднего времени суток недостаточного освещения улицы выстрелы были произведены не в предполагаемое им лицо, а в другого участника группы, который от полученных ранений скончался. Местонахождение обвиняемого установлено в Адыгее. Он задержан, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебные приставы Карачаевой Черкесии напоминают жителям региона о необходимости заблаговременно погасить долги. В противном случае некоторые предновогодние планы могут оказаться под угрозой. Подробности в репортаже Артура Мхце. Осталось не так много времени до начала новогодних праздников. И кто-то наверняка решит отметить их за пределами России. Одним из препятствий к осуществлению планов могут стать судебные приставы. Точнее, несвоевременное погашение долгов. Чтобы праздники не были омрачены вынужденной остановкой на полпути к цели, специалисты ведомства напоминают о необходимости заблаговременно исполнять взятые на себя обязательства. Проверить наличие задолженности можно несколькими способами. Первый, самый удобный, это в личном кабинете единого портала государственных услуг. Там также функционирует сервис, который позволяет людям узнать, имеется ли в отношении них действующее ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Там же, на портале госуслуг, можно оплатить задолженность. Эта задолженность поступает, оплата поступает на депозитные счета структурных подразделений. Естественно, ограничение права выезда отменяется только после полного погашения задолженности. С сентября 2021 года все процессуальные действия судебных приставов отражаются в личном кабинете единого портала госуслуги, что очень удобно. В электронном сервисе федеральной службы есть раздел «Интернет-приемная». Через него в электронном виде можно подать жалобу, ходатайство, благодарность. Также имеется сервис-запись на прием к судебному приставу или иному должностному лицу, что исключает возможность нахождения в очереди. Очень часто бывает такая ситуация, когда люди оплачивают свою задолженность взыскателям напрямую, и при этом прослеживается то, что взыскания все равно продолжаются. То есть оплатили задолженность взыскателю, судебный пристав об этом не знает, продолжает взыскать денежные средства со счетов, с доходом. Поэтому мы рекомендуем задолженность погашать непосредственно в службе судебных приставов. Опять-таки можно воспользоваться сайтом ФССП в разделе «Узнать о своих долгах». Поэтому судебные приставы еще раз напоминают, чтобы отдых жителей Карачаево-Черкесии в период новогодних праздников не был омрачен неприятными сюрпризами и проблемами, о погашении долгов необходимо позаботиться заранее. Артур Мухце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность подпольной ячейки запрещенного на территории России Международного религиозного экстремистского объединения. В результате проведенных мероприятий задержаны 14 человек, причастных к ее деятельности. В том числе в сети интернет. В местах проживания подозреваемых обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и средства связи, а также экстремистская литература. Мероприятия по сбору доказательной базы продолжаются. В отношении ряда задержанных возбуждены уголовные дела. По остальным следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Согласно действующему законодательству, участие в деятельности экстремистской организации наказывается штрафом в размере от 300 до 600 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 6 лет. Он дедушку любил за банковскую карту. К уголовной ответственности привлечен 14-летний житель из Сульканской столицы. Черкесский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Установлено, что летом текущего года малолетний злоумышленник, воспользовавшись доверием своего деда, тайно перевел с его банковской карты денежные средства в размере 40 тысяч рублей на покупку скутера. Назначено наказание в виде штрафа. Согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа. Уважаемые родители, чтобы не допускать повторения такой неприятной ситуации и привлечения ваших детей к уголовной ответственности, пожалуйста, контролируйте их и следите за их действиями во возможности. Сжигающая ревность. В Зеленчугском районе ревнивый муж спалил дом соседу. По предварительным данным, 17 декабря текущего года подозреваемый, заподозрив свою супругу в измене, совершил поджог домовладения соперника. Мужчина полагал, что в доме находится и его супруга. Однако ее там не было. Убедившись, что жилище загорелось, подозреваемый скрылся с места преступления. Потерпевшему удалось выбраться из горящего дома. Ход уголовного дела находится на контроле. Фигурант, узнав об измене своей супруги, прибыл к домовладению соперника, с которым, по его мнению, она там находилась. С целью убийства этих лиц он облил строение бензином, после чего поджег его. Убедившись в возгорании дома, мужчина скрылся с места происшествия. Однако смерть пострадавших не наступила, поскольку случайно проснувшийся потерпевший сумел покинуть горящий дом. А супруга фигуранта на тот момент в доме отсутствовала. Принятыми по уголовному делу мерами местонахождение подозреваемого установлено, он задержан, ему предъявлено обвинение и избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошены потерпевшие и свидетели. В настоящее время проводятся необходимые судебные экспертизы, а также другие следственные действия. Теме безопасного интернета был посвящен круглый стол с участием представителей Минцифры и образования, а также служб экстренного реагирования. Участников обсуждений принимала площадка Республиканского института повышения квалификации работников образования. Суть предложений по предотвращению реальных угроз в мире виртуальном, вникал наш корреспондент Артур Мхце. Интернет должен быть безопасным. Убеждаешься в этом каждый раз, когда в той или иной социальной сети размещается информация, которая может оказать негативное влияние на неокрепшую психику подростков и молодежи. Если у большинства взрослых все-таки имеется, хочется в это верить, критическое мышление и умение выстраивать логические цепочки, то несовершеннолетние, принимающие многое за чистую монету и желающие как-то себя зарекомендовать, потенциальные потребители зачастую ложной информации. Мы все понимаем, что безопасность в цифровой среде, среди детей, это очень актуальная история. И здесь особое влияние на это оказывают только сами учителя и родители, по сути. Потому что наша задача, может быть, направить, подсказать, в какую сторону смотреть, будь то мессенджеры и опасность там, будь то какие-то приложения и какие-то опасности там. Но тотальный контроль, конечно, нами очень сложно будет обеспечить. И мы понимаем, что в первую очередь и самую важную роль здесь играют все-таки учителя и родители. Представители Минцифры Карачаево-Черкесии периодически организуют мероприятия, чтобы у школьников было как можно больше информации о том, что можно и чего нельзя делать в глобальной паутине. Только в ноябре они организовали в образовательных учреждениях несколько уроков. Подобной тематикой озабочены и представители Минобра, силовых ведомств, педагогических коллективов республики. Однако все они впервые объединились на площадке регионального института повышения квалификации работников образования, чтобы при участии экспертов Лиги безопасного интернета постараться выработать единую методику взаимодействия с несовершеннолетними и их родителями. Одна из задач нашего месяца – это как раз донести до родителей, что дети не все знают в интернете, как многие родители уверены в этом. И дать им возможность, дать материалы, почитать, посмотреть. Мы рассказываем очень много о том, что происходит. И это поможет нам совместными усилиями с педагогами, родителями и детьми все-таки объяснить нашим детям, что есть и негативное в интернете, есть и позитивное, и научиться брать хорошее. Данная проблема актуальна для всех регионов России. По словам эксперта, Черкесск стал девятым городом, где прошел круглый стол по теме обеспечения безопасности в сети интернет. Беседы с родителями и педагогами доказывают, что к вопросу необходимо подходить комплексно. А опыт каждого спикера дискуссионного мероприятия может оказаться полезным для очень многих. Артур Мухце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Выявлены дополнительные факты по уголовному делу, возбужденному в отношении 45-летнего жителя республиканской столицы. Преследование ведется в рамках статьи 322.3 Уголовного кодекса. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица безгражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Таким образом, число установленных мигрантов, которые злоумышленник незаконно зарегистрировал, достигло 40 человек. В отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительно установлено, что фигурант свою противоправную деятельность осуществлял с июня 2022 по ноябрь 2023 года. При этом мужчина достоверно знал, что проживать по месту регистрации мигранты не будут и не намеревался предоставлять им жилое помещение для пребывания. В настоящий момент продолжается проведение следственных действий. Нам на сегодняшний момент необходимо установить место жительства более 100 иностранных граждан, которые также им были поставлены на фиктивный учет. За свои незаконные действия фигурант получал денежное вознаграждение от 1 тысячи до 3 тысячи рублей. Лица, которые были зарегистрированы у него, проводили ремонтные работы на территории Карачао-Черкесской республики. Любишь выпить, люби и на своих двоих ходить. Верховный суд республики оставил в селе приговор о конфискации авто за пьяную езду повторно. В августе текущего года Прикубанским районным судом был вынесен обвинительный приговор в отношении любителя горячительного за рулем. Суд первой инстанции конфисковал принадлежащий виновному автомобиль Лада Приора, которым он управлял повторно, находясь в нетрезвом состоянии. Так как по материалам дела автомобиль был передан подсудимому прежним владельцам с подписанием договора купли-продажи, довода подсудимого о том, что автомобиль не был оформлен на него в ГИБДД, на момент совершения преступления были обоснованы отвергнуты судом. Приговор оставлен без изменения, жалоба без удовлетворения. В республиканском МВД прошла ставшая уже традиционная акция «Полицейская елка желаний». Мероприятие проводится ежегодно в преддверии Нового года для детей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей возрастом от 5 до 11 лет. В холле административного здания Министерства детишек встречали полицейский Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Ребята окунулись в волшебную атмосферу новогоднего праздника. Водили хоровод вокруг лесной красавицы и читали стихотворения. Дети подготовили волшебные шары новогодней, игрушки, в которые они вложили записки со своими заветными желаниями. К праздничному мероприятию присоединились и главные волшебники торжества, которые снимали шары желания с елки. В рио министр внутренних дел Покрачаевой Черкесии Владимир Нефедов выбрал игрушку с желанием пятилетнего Амирхана Башкаева, который загадал волшебному дедушке робот-трансформера. Заместитель министра и руководители подразделений регионального МВД в свою очередь также исполнили желания, загаданные детьми, полицейскому Деду Морозу. По завершению мероприятия в рио министр Владимир Нефедов поздравил ребят с приближающимся праздником, пожелал успехов, здоровья и безопасного Нового года. На этом наша информационная программа, посвященная правовым и криминальным новостям, завершена. С вами был Ахмат Халкищев. Увидимся через месяц.